рима здравствуйте когда вы написали что вы подтянете я вы знаете думал и вот как видите долго очень думал думаю что она будет подтягивать ведь очень много распылитесь тогда и все-таки я хочу вам показать результат вы знаете не надо просто овладеть системой у вас есть знания базовые есть то есть понятно будет намного проще вся система по которой мы прошли с михаилом вам надо просто нам отработать то есть конкретно отработать 4 конструкции функция класс метод экземпляр то есть сложить всю систему за несколько месяцев это можно сделать есть четкое понимание на сегодняшний день к чему прийти вот смотрите для начала вам надо прийти примерно к тому что на сегодня делает михаил то есть у него есть конкретное понимание что происходит в коде при этом на данный момент берет абсолютно любой код и спокойно читает и так за вот эти семь восемь месяцев мы приобрели следующие навыки первое во первых он прошел систему полностью это первое то есть и нам с вами надо что сделать пройти систему пройти на практике системы цель очень проста понять что язык это единое целое все эти конструкции работают по одному принципу одно целое следующий момент михаил что сделал научился читать код то есть пришел к цели стать код тени код что ему это дало чтение кода путем написания комментировать дало возможность действительно открывать и понимать код дальше когда он научился читать код процессе он работал с доками работал с документации достиг прогресса потом следующем этапе документация плюс исходный код какова цель целью писать свой код то есть для этого ему надо но было научиться выделять конструкции ну как это выглядит если очень упрощенно как это выглядит на практике на практике это выглядит следующим образом вот мы возьмем джанго проект возьмем код и возьмем нашу избитую функцию get object or 404 также откроем это в документации и найдем эту функцию миша научился читать документацию работа с параметрами это то с чего начинают и мы с вами с этого начнем далее открывается по сути дела перед нами план что нам нужно чтобы овладеть но на самом деле вот на данный момент Михаил уже четко скажет что в исходном коде но как правило к этому надо приходить по сути дела здесь нам поможет чтобы полностью разобраться исходный код если мы переходим в исходный код то что мы видим мы когда просматриваем код натыкаемся на строку вот эта строка нам говорит что в данном случае переменная кересет определяет внутреннюю переменную внутреннюю переменную getCureSet в данном случае это функция мы видим по скобкам мы ее ищем вот она нам осталось определить конструкцию но уже на данном этапе нам код может быть не интересен почему по одной простой причине так как мы понимаем что это объект первого класса значит весь код который мы будем писать он будет писаться как атрибуты если мы идем в примеры то ого-го убеждаемся что это именно так если у нас есть достаточно знаний по Django здесь совершенно ни при чем если у нас есть достаточно знаний по этой системе которую мы с вами прошли например мы четко понимаем как работает экземпляр экземпляр это функциональный объект который когда он становится функциональным объектом это многие не понимают то есть когда мы работаем с функциональным объектом все понимают что допустим функция это функциональный объект потому что у нее есть оператор вызова когда мы доходим до класса все тут тоже теряются почему потому что сейчас классы они без оператора вызова но они могут быть с оператором вызова когда при наследовании это однозначно а вот когда доходит до экземпляра то тут уже становится все в тупик потому что сам по себе экземпляр это не имеет оператора вызова и пока человек не понимает что экземпляр сам по себе работает правильно только в одном случае при объявлении метода call но ведь call мы можем использовать можем нет мы вспоминаем правило которое я постоянно говорю что если это работает во всех языках то это правило правильно если работает в одном языке то это правило нельзя брать за основу ну все очень просто экземпляр нельзя отделять на самом деле от от самого объекта ну тогда в этой конструкции вот это многие не понимают простые очень вещи если человек понимает эти вещи то в принципе дальше к задалке не ходи все очень просто становится что делает большинство людей большинство людей пытаются просто запомнить эту конструкцию выучить да особо не вникая и пытаться написать здесь свое а потом подставляют сюда по принципу да но ведь это же не программирование это обычное мучение и повторение михаил как раз таки это перерос то есть по сути дела если это экземпляр значит все будет работать как атрибуты и мы дальше находим подтверждение вот он просто экземпляр автор и дальше через атрибуты мы берем применяем методы настройки полей в принципе учить то ничего не надо все база да эту базу нам надо пройти почему я обратил внимание на вот эту статью обратите внимание я Михаилу написал вот последние пару месяцев мы с ним что делали я постоянно от него требовал чтобы его язык был полностью приближен к документации то есть и он этого добился теперь теперь я объяснил Михаилу знаете я на самом деле вот про вас вот с того момента думал да просто напросто надо помочь я думаю с таким огнем вы поэтому мне все не выходило из головы я подумал это правильно будет а вот с Михаилом я думал последние несколько недель по сути дела мы собирались проходить паттерны пока я себе не задал вопрос хорошо а паттерны то от чего зависит от тех знаний которые есть у Михаила смотрите что получается Михаил достиг хороших результатов он может объяснить весь код сделать выводы принять решение написания своего кода читать документацию что логично сделать сейчас абсолютно верно превратить эти знания в чистую практику с какой целью здесь есть очень конкретная цель вы знаете вот эти две недели перерывал все свои знания думаю вот забыл и все думаю ну какая цель должна быть вот кажется да просто на самом деле вот эти мелочи имеют огромное значение вот она цель цель отцепиться отцепиться от библиотеки отцепиться от библиотеки вот смотрите в чем здесь смысл давайте пробежимся я открыл библиотеку лонгчейн да это библиотека к которой мы будем работать то есть михаилом и вы так можете потом ставлю задачу чтобы мы первое превратили его знания в реальный живой код второе отцепились от библиотеки давайте посмотрим ну например откроем любой файл ну лонгчейн коры откроем базы например обратите внимание здесь у нас идет тот же сель да те же атрибуты хорошо откроем джанго откроем джанго здесь у нас функция но тут же есть и классы да откроем например в юху и откроем генерик откроем лист обратите внимание абсолютно все то же самое тот же метод тот же сельф и одни и те же конструкции по сути дела по сути дела человеческая логика она различается в джанго мы там работаем с базой данных лонгчейн мы работаем с искусственным интеллектом по сути дела библиотека при помощи которой вы настраиваете как будет себя вести робот искусственный интеллект неважно какой на сайте какие сообщения будет писать то есть все мы будем работать в том направлении чтобы научиться современной профессии которая нужна будет да это встраивание искусственного интеллекта в сайт телеграмм мобильные приложения но надо перейти и так какой что со стороны кода происходят одни и те же вещи да есть варианты но принципиально все это работает на всего на четырех конструкциях которые надо знать досконально поэтому открывая вот эту задачу ставим с Михаилом открывая лангчейн открывая джанга со стороны кода происходят одни и те же вещи человеческую логику понять как там составлять модель это просто просто да с Мишей мы только начали изучать мета классы но на самом деле кто немножко с ними знаком и он видит вот это да когда как мы пишем модель джанга мы модель джанга пишем следующим образом там класс да и там класс а и дальше там models models и бла 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 да потом у нас идёт что поле да там name дальше у нас идёт models и например там char field и и дальше пошли настройки полей бла 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 так вот кто знаком с метаклассами тот видит что когда класс создает экземпляры это и есть результат работы метакласса то есть chart field по названию даже мы видим что это классы иными словами иными словами мы просто начинаем работать с экземпляром что здесь сложного экземпляр класс это всегда значение все просто как видите это это простота эти четыре функции их то есть четыре вот этих конструкций их немного да но вы сами уже учились у меня и знаете что очень много мелочей но по сути дела пойдём дальше да то есть почему я вам сказал то есть не то я хотел сказать то есть сейчас получается следующий этап Михаила превратить свои знания в практические для этого я как если вы прочитали это сообщение ему предложил то есть начнём с чего с того что я ему даю начнём с профиля сложный код будем писать сразу например профиль то что нужно в каждом проекте но я ему даю готовый код пока первые шаги он будет заниматься тем чем объяснять этот код прежде чем написать свой я ему даю модель сложную я ему даю функции сложные он объясняет но таким образом он уже приступает к практике да и потом пишет свою модель а потом просто я еду задание он расширяет таким образом мы превратим знания полностью в практического программиста и самое главное я очень важную мысль хочу донести до Михаила донёс в этом виде в этом в этой записи что надо отцепиться от библиотеки потом от языка все происходит одинаково тот же сельф тот же метод те же экземпляры все все одинаково с человеческой логики происходят разные вещи здесь работа там с текстом и там в джанго работа с моделями по сути дела все построено на том чтобы просто как и любой веб фреймворк выбрать из базы засунуть в базу выбрать все две задачи если так то все очень просто а дальше просто как это делается модель представление юрл куда вывести банально поэтому здесь здесь будет ему интересно работать чему я вам это рассказывал то есть вы видите очень конкретные результаты и очень конкретные шаги поэтому когда вы мне сказали что я по догоню скажите пожалуйста Рим что вы собрались догонять в том то и дело что вы знаете с одной стороны вот когда я вижу много учеников да когда одни вторые третьи то в принципе мне то понятно а когда вы начнете вариться сама собой и будете топтаться что нам надо а тут на самом деле все просто все надо делать поэтапно сначала разобрать систему пройти на практике чтение кода вы это уже делали Рим работать с документацией соединить документацию с сходным кодом понять на основе чего как читать код что писать свой код это все есть все и начать писать свой код главное отцепиться библиотек то есть понять что конструкция одни и те же то есть человеческую разделить человеческая логика не делать как делает большинство новичков зашли ага вот эта конструкция мне ее надо запомнить здесь я придумаю здесь я поставляю свою модель здесь некий объект объект здесь некий там фильтр слова вот у меня должно нечто такое произойти но ведь это же трудно согласитесь я вам объяснил ранее что все дело проще и нет разницы что там что здесь происходит то есть с человеческой логикой понять тут с модели в джанго там настраиваем искусственный интеллект таким образом получится что все знания которые приобрел Михаил они превращаются в практику в чистую практику вот по ходу бы там уже и паттерны и все прочее но на выходе это обретение профессии даже вспомните по сравнению с тем когда вы пришли сейчас система конечно выросла в разы согласитесь так что Рим я вам написал что так как это видео я хочу выложить а вот чтобы другие посмотрели что обучить что такое настоящее обучение программированию да это не какое-то повторение там где человек может думать думать расти понимать куда расти зачем расти с какой целью все это происходит по этапу и не припрыгнешь и самая главная ошибка вот я видел да просто когда человек решает что Python это просто вот я за три месяца там изучу а в результате вообще человек обламывается почему потому что надо просто пройти этапы не время засекать а понять что сначала мне надо это разобраться в конструкциях иными словами превратить язык из чего-то непонятного когда мы открываем любой справочник языка что мы видим мы видим большой перечень перечислений не понимаем с чего начать люди пытаются читать это превращается бессвязные знания в результате в обычную кашу или путаницу но система которую вы знаете уже по ней учились эффективность да почему эффективность потому что мы выделяем всего четыре конструкции которые определяют действия является нам просто что надо сделать во первых когда мы выделили четыре конструкции у нас остается четыре все остальное является логическими вещами и будут одинаково работать для всех четырех конструкций поэтому по сути дела что нам надо сделать разобраться с этими конструкциями понять что общее различия станут очевидны все когда станет одно целое это путаницу убирается а превращается в то что логически мне сейчас надо работать с числами к чему мы должны прийти в этой системе к тому что есть в каждой строке это тип и значение то есть для нас объект начинает оживать иными словами большинства людей что такое тип тип это скобочки кавычки и все прочее ну а что вы скажете здесь нету типа здесь нету в каждом конкретном случае есть тип есть значение это легко проверить и не требует доказательств если мы напишем любую переменную которой просто нет самую частную ошибку и попробуем определить мы получим исключение в данном случае говорит я для меня все объект в данном случае я не вижу полноценный объект поэтому это язык говорит я не могу работать нет второй составляющей вот и все вот если бы можно было так объяснить то в принципе вот это основной принцип работы любого языка то есть надо теперь это сделать живым живым объектом а не словом вот в принципе вот так да получается что когда мы проходим на практике потому что вот я встречал много сталкиваюсь с ребятами которые да функционально объектом тот а дальше нифига не понимают время надо пройти понимаете нельзя перескочить ага я вот разобрался что такое функция и уже я хочу на последний этап начать писать ага ну давай попробуем открываем код и не читаем а как мы собираемся писать но большинство людей считают что вообще код это страшная вещь и его пишут там неизвестно кто но подождите давайте откроем глаза ведь документация написана на основе исходного кода и написано с той стороны как писать свой код ну неужели нелогично разобраться как действительно пишется почему пишется именно такой свой код но ведь всего два закона для этого работает объект первого класса объект высшего порядка все неужели проще гадать чем разобраться всего в двух законах то да и плюс к этому в жава скрипт разберете что на этих двух законах только построим то есть когда мы собрали чтение кода все прекрасно что дальше подключаем документацию а наконец начинаем видеть что исходные коды документации дополняют друг друга ага разобрались как писать свой код для этого надо выделять конструкцию языка ну все вот теперь дошли до того этапа когда мы готовы писать свой код дальше ставим цель от цепиться от конкретной библиотеки как я показывал ранее а дальше от языка что будет в другом языке происходить те же другие вещи или вы думаете в другом языке экземпляр не будет атрибутом да такого не бывает потому что языки все современные сиподобные то есть оператор вызова именно это и есть один из принципов сиподобности новички сейчас многое не поймут но я говорю для Арины и так вот так видели да вот таким образом ваша цель будет достигнута какая у вас стоит быть программистом и будет ровно столько идти сколько за сколько вы сможете пройти но года еще нет Михаил вырос до этого уровня да неплохо когда любой код берет и по сравнению с тем что было там три недели назад он растет быстро но что здесь можно сказать 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 что бы я добавил в общем то почему я Михаилу объяснил по сути дела все это проходить да но с одной стороны и не нужно было но я задумал проект работ с искусственным интеллектом который будет работать со школой просто менее интенсивные задачи там больше с новичками тут тоже будет информация для новичков но все будет просто только с искусственным интеллектом связано поэтому на сегодняшний день вот эту систему я хочу внедрить в клуб полностью да ну а те счастливчики как вы которым я предлагаю это сделать практически потому что я все эти действия сейчас описываю да и и очень важно иметь несколько вариантов с Михаилом там с вами ну а в Рим будем говорить так за ваше усердие где не что-то новое где код где проект я с вами я с вами я с вами поэтому Рим я и подумал думаю написала это программист я говорю сейчас не Рима а вот именно программисту я догоню я подумал ну что она будет догонять по какому плану она будет догонять не проще ли просто взять и достичь определенных век да конкретных понятных чтобы прийти конкретно к написанию кода в принципе то что я хотел рассказать в условиях оплаты я вам сказал потому что для вас они индивидуальны это понятно для других я вам я вам сумму написал ну а тем кто хочет работать индивидуальное обучение то есть логично купить доступ к школе чтобы иметь доступ к урокам очень много вопросов снимется плюс индивидуальное тут много планов выбрать и заниматься таким образом и результат будет но он зависит от вас от меня зависит куда идти я покажу что делать покажу но идти вы будете своими ножками то есть своими пальчиками клавиатуры своими мозгами но почему успех гарантирован потому что система заточена под то что все весь мысленный процесс и процесс опыта происходит у вас ну сравните простую разницу одно дело я вам рассказываю как там закрутить колесо на велосипеде а другое дело мы пошли я говорю вон ключ вот гайка бери крути вы открутили сняли поставили я гарантированно могу быть спокоен что в следующий раз вы справитесь я вам если бы рассказывал а вы бы не знали что такое ключ просто да не знали колесо не знаю как велосипед поставить то в принципе эта информация забылась а опыт приобретенный при откручивании самого колеса как раз таки с вами останется потому что это стал ваш опыт ваш опыт именно на этом принципе и построена система обучения у меня да то есть я задаю вопрос и вы отвечаете как только вы показали первый результат я помогаю расширяю да ваши знания но тем не менее вы их пропускают через себя таким образом ваш опыт остается с вами таким образом вы точно растете это гарантированно потому что гарантируете кто не я вы себе и в этом есть одна сложность приходят люди учиться когда я говорю фразу надо найти полгода чтобы стать уверенным в том что то есть выйти на порог вот представьте есть порог программирования когда доступно все вот как у Михаила можно писать на одной библиотеке можно писать на второй библиотеке на третьей это порог и есть чтение кода вот он где находится на это надо примерно шесть месяцев ну в среднем да но в большинстве не в большинстве часто происходит следующее когда я говорю фразу надо найти эти шесть месяцев то есть представьте вы точно знаете что через шесть месяцев вы будете писать это гарантированно то есть начнете читать код начнете писать свой дальше вот можно развиться уже писать профессиональный код но что происходит на практике зачастую готовьтесь к этому и сразу себя настраивайте проходит примерно месяца три первые два месяца человек работает с энтузиазмом потом что-то начинает вроде как понимать и говорит в австановске а вот это не надо а вот это мне лень делать и задания задания с пятьсот сорок кода превращаются в три в четыре в десять и я четко понимаю человек не потянет почему где-то лень где-то поднадоело у кого-то пока читал там обзоры да все там читал что это легко а ребят python звучит сложнее чем c++ почему в c++ сложно где-то написать больше времени но там все на своих местах а в python все скрыто эти вещи надо понимать поэтому мы часто обращаемся в c++ понимаете на самом деле если мы нет такого что я понимаю python и не понимаю c++ если вы понимаете язык правильно то вы понимаете любой язык программирования потому что мы работаем с разными языками но сейчас я с искусственным интеллектом спайт так вот что я говорю в такой момент а надо дорогой сначала вот где-то начал лениться это единственный вариант поэтому а почему у михаила получается ответ прост с самого начала до сих пор его задания занимает больше 500 строк кода они доскональны поэтому план который вам предложил Рима он как раз для вас будет самое то самый идеальный план вообще я просто говорю что ну выберите да это план для например для новичка да лучший план это два задания комплексных движения вверх да то есть за 6000 два задания в месяц мало не ребят не мало когда дается комплексное задание две недели это определенно тот период за который можно уяснить вопрос нормально и когда вы так занимаетесь то получается что вы работаете да по этому плану много минусов то есть надо менять план потом потом мы переходим на план когда мы чуть-чуть уже поняли там функции переходим на план 12000 раз в неделю да то есть это уже ускоренное движение ну а для тех кто решил заниматься и хочет полного контакта есть два плана 40-60 тысяч в месяц да и это дорого ребят не все позволяют себе но тогда человек здесь тогда человек имеет полный контакт иными словами прислала идет переписка постоянной основе то есть если не будете вот лениться вот одно почему потому что надо найти эти шесть месяцев именно твердо решить для себя что будет трудно не надо вот это вот когда внутри сидит я нахрапом возьму Python скоп и возьму и все мечты человека разбиваются о том что нахрапом не получилось и это правильно поэтому Рим вот тут к вам информация просто четко шаг за шагом надо достигать вот этих моментов да и тогда все получится и кто дает гарантию вы даете гарантию вы увидели ни на одном человеке что система рабочая люди пишут даже если вот когда вы читали да есть люди которые просто вот нашли да не понимали вот как и крусно да то есть пришел и начал понимать другие языки что искал исходный код документация у него знаний было море но у него не было точка счета начала когда вы увидели что система работает сейчас просто надо я видел вашу работоспособность я видел ваше стремление да то есть способности вот эти сейчас просто надо собраться по шашкам это все пройти конечная цель писать свой код но вот это все не пропускать для вас нахрапом я у вас такого и не было я просто для других ребят говорил что ребят нахрапом мечты разобьются а теперь подумайте многие изучают язык год-два и так и не пишут а на если найти 6 месяцев да то вы точно сможете писать то есть выйдите на уровень чтения кода когда уже станет действительно интересно я понимаю мне интересно и двигаться дальше потому что я понимаю что я могу но я вам сказал что вот эти полгода они трудные это как в хорошем университете будет болеть спина да потому что пальчиками и гарантию гарантию что получится именно даете вы если я с первого дня и все 6 месяцев мои задания будут большие где я буду описывать все то вот вам результат то есть не надо рассчитывать что ой там интересно там нет надо просто решить я овладею для этого мне надо поработать потому что многие думают ой там программистом стать легко так же тяжело как стать профессионалом в любой другой профессии надо трудиться но вот этот план дает возможность я мог бы больше он больше пунктов ну просто упрощенно да чтобы понятно было что все можно пойти по этапу а то человек напишет две функции откроет жанга говорит а когда я буду писать свой код говорю просто открываешь код если ты его проводи тест прямо сейчас я вижу и читаю код значит все класс а ты уже должен писать если вы не читаете код и не знаете что с ним делать то извините так не получится надо ребят все пройти тогда гарантия но надо найти эти 6 месяцев вы можете год два три как правило до 9 лет занимает процесс понимания языка но если работать по системе и с таким наставником как Бовсуновский это может пройти за 6 месяцев да но вы будете гарантировать успех себе если ваши задания будут длинные они будут вы все будете писать ты говоришь зачем мне писать я же понимаю а сказать не могу не получится ребят в языке все надо писать и все когда вы прописали значит вы можете выразить ежедневное использование этого приводит к тому что вы легко читаете конструкции можете выражаться что будет происходить в языке большинство людей так вроде понимают и все и в результате не читают не пишут и говорят я не знаю что делать а вот я знаю что делать в общем то Рима такое видео давайте догонять да чтоб мы не сами а сделаем с вами это вместе и порадуемся потом покажем я уже имел возможность ваш результат показывать как когда вы наконец-то писали вы это вспомните да за 90 дней вы все-таки научились читать код потом немножко отстали да все пошли дальше теперь нам надо пройти по системе уже совершенно да но тем не менее у вас получилось да уже то есть я не сомневаюсь что получится сейчас вообще хорошо то есть грубо говоря будет второй прогон ну а то кто хочет заниматься по моей системе здесь все просто пишем что вы хотите если знаете в каком направлении по крайней мере как то сформулируйте свою мысль что вы хотите если не знаете что хотите а например просто хотите изучить язык то это тоже нормально почему потому что интерес придет то есть работая с разными библиотеками веб мобильный искусственный интеллект вы в любом случае поймаете себя на том что что-то вам интереснее но для веб для мобил для всего нужны одна и та же база поэтому прогадать здесь нельзя понятно да и далее если не выбрали план спрашиваете в почте да какое обучение мне выбрать будем заниматься я сначала даю задание потому что у меня по другому не бывает зачастую ребят спрашивают а зачем мне задание отлично представляете приходит человек который даже не знает что такое там велосипед а я ему рассказываю сейчас мы будем с вами менять подшипники вы подшипник что-то не знаете да представляете смысл для того чтобы быть эффективным я всегда даю комплексное задание первое работа с документацией работа с исходным кодом и там в зависимости от предпочтения еще несколько понять уровень с каким пришел человек тогда можно эффективно с ним работать а как это работать с любого садитесь я вам прочитаю сегодня лекцию по языку и так открываем и начинаем читать сегодня мы будем изучать типы бред это система передачи информации от профессионала к профессионалу она начинается с типов а нам с вами надо к типам прийти потому что это результат понимания вот этих четырех пунктов чтобы понимать типы значения а когда мы берем вот эту систему она для профессионалов так устроены справочники да и когда новичок что читает типы для него тип это что скобочки кавычки и все прочее но это не живое размышление что я сейчас буду делать когда тип для меня это это что операции над кодом какие операции мне доступны с этим кодом вот это я размышляю типом сейчас но к этому ведь прийти надо в том то и дело ну вот Рим вы поняли да ну что ж добро пожаловать профессиональное программирование спасибо спасибо